Встречи представителей городской власти и жителей стали традиционными. На этот раз выездное совещание прошло в Горино. Вопросы есть не только у жителей, но и у чиновников. Главный из них – каким образом образовалась стихийная свалка на территории парка Харенка со стороны местечка Горино. Нам бы хотелось понять все-таки от вас, как от жителей, откуда этот мусор берется. Потому что там мешки, там бытовой отход на самом деле. То есть это все-таки где-то и грешок наших жителей. Или это нам обращаться в Ивановский район, где СНТ расположены. Возможно, у вас-то какие-то положения есть? Понятный ответ так и не прозвучал. А вместе с тем руководству парка Харенка пришлось потратить 178 тысяч рублей на ликвидацию стихийной свалки. Можно было построить и спортивную площадку, можно было что-то купить для детей в детских городах, можно было и благоустроить парк. Проблемы у всех отдаленных от центра районов схожие. Одна из актуальных – транспортная доступность. В Горино ходит только 12-й автобус, и к его работе есть нарекания. В 8 вечера из центра уже не уехать. Автобусы постоянно прокурены, я постоянно звоню в городскую администрацию, это уже невозможно. У меня ребенок, как бы даже у него рвотный эффект происходит, и многие дети. Также в зимний период нету никогда автобусов. Дети едут в больницу на меланжевый комбинат с больными и стоим часами, ждем. Ну просто они пропускают рейсы, потому что им это невыгодно. Городские власти пообещали организовать встречу с перевозчиком, чтобы решить сразу ряд вопросов. Изменения графика движения, обновления подвижного состава и благоустройство конечной остановки в Горино. У нас выработано системное решение о сборе мусора со стороны. Мы самостоятельно будем это выполнять. А вот касаемо все-таки выполнения требований по обеспечению своих работников санитарно-бытовыми условиями, в этой части откликнулись перевозчики. То есть этот вопрос тоже в ближайшее время, он уже проработан. В ближайшее время, я думаю, будет реализован успешно. Касаемо этого, либо это будет установка туалетов, либо это будет все-таки как-то там заключение договоров. Мечтают жители Горино об аптеке и ФАПе. Не оставляют планы построить собственную спортивную площадку, которая стала бы центром микрорайона. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.